Не иначе, как масштабным приобретением называют сотрудники Калининградского музея янтаря коллекцию инклюзов. С момента существования музея фонды впервые пополнились таким огромным количеством уникальных образцов. 2000 различных насекомых и растений, возраст которых более 50 миллионов лет, навечно застыли в янтарной смоле. И главная гордость экспозиции – ящерица. Можно сказать, что ученым, которые занимаются янтариумом, известно 5-6 образцов ящериц, которые находятся в различных музеях за границей. У нас в стране это единственный образец. Несколько лет специалисты музея собирали и отбирали коллекцию. В основном камни несли местные жители. 150 килограммов янтаря с включениями, а это в среднем 10 тысяч камней, пришлось просматривать вручную с помощью специальных микроскопов. Специалисты музея нам показали, как отличить настоящий инклюз от подделки. По крайней мере, самым простым и доступным способом. Берем, например, иголку и нагреваем. Дальше прикладываем ее к камню. Если янтарь настоящий, то можно будет почувствовать своеобразный аромат смолы. А если это подделка, то будут присутствовать другие запахи, например, жженой пластмассы. В довоенном Кёнигсберге существовала самая огромная в мире коллекция инклюзов – более 100 тысяч камней. Судьба ее плачевна. Сильный пожар во время войны уничтожил экспозицию. А вот в советское время, до 65-го года ушедшего века, образцы с включениями на Калининградском янтарном комбинате из общей массы не выделялись. Хотя цена инклюза в несколько раз дороже простого янтаря. Но для специалистов музея цена вопроса не главная. Сейчас важно развитие науки на основе включения в янтарь. Под эту коллекцию будет создан, построен, открыт палеонтологический центр, который будет заниматься комплектованием, хранением и изучением балтийской палеонтологии. Научное значение коллекции объясняется просто. Она позволяет воссоздать флору, фауну и климатические условия Земли периода около 50 миллионов лет назад. Согласно этим данным можно проследить процесс эволюции Земли. Валерия Соломахина, Андрей Чезов, Калининград. Специально для телекомпании «Мир».